Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с моей мамой и с детками выбрались в лес за грибами. Приехали мы... Сейчас скажу, какое место. Это между поселком Лисий Нос и дальше... То есть, с одной стороны Лисий Нос, с другой стороны у нас это... Что у нас? Ольгино там. Это, по-моему, называется Петровский парк, но мы все время сюда ходим за грибами, потому что недалеко и... Не знаю. В общем, нам сюда комфортно, удобно доехать. В общем, приехали мы в 10 часов утра. На самом деле, у нас грибники еще те, потому что в 10 часов утра, сами понимаете, для грибов это... Обычно там в 5 утра встают и так далее. В общем, мы приехали и ходим. На самом деле, уже набрали чуть-чуть совсем сыроежек. Один подберезовик нашли. И... Ну, в лесу очень сухо, и я думаю, что грибов очень-очень мало. Зато есть красивые поганки. Сейчас покажу. Вот такая... Это поганка. Да. Вот. И вот такая здесь красота. Здесь смешанный лес. Вот. В общем, мои там пошли. Там дорожка. Мои там. А я немножечко углубилась в лесок. Посмотреть, что тут да как. Ну, на самом деле... Вот, кстати, шум. Я не знаю, слышно на камеру или нет. Это шум трассы. Но мы, получается, между трассой и Финским заливом. Здесь такой парк. Как это? Смешанный лес. Здесь в прошлом году мы находили тут и белые грибы, и пару красных, по-моему, было. Ну, в общем, мы, на самом деле, с мамой такие грибники. Знаете, мы ходим сюда чисто вот на прогулку. Берем деток даже с собой. И ходим. Потому что... Ну, так, мы, знаете, у нас нет такого, что прям там ведро засолить. У нас вообще соленые грибы никто не ест. Нас в основном мы отвариваем, замораживаем, чтобы просто потом бросить на сковородку пожарить. Вот. Или маринуем. Засоливаем. Мама в прошлом году засолила. Но никто не стал кушать. Да, я без макияжа, в очках. Но линзы как-то мне некомфортно. Не знаю, в очках мне удобнее здесь. Ну, в общем, грибочков, на самом деле, не так уж и много. В прошлом году, мне кажется, было намного-намного больше. Вот. Потому что мы вообще набирали там корзинки. Так что вот так вот. Ну, будем искать. Потом покажу вам, что набрали. Вот мои грибники. Не знаю, может, мы углубились дальше. Все, привал. Вот дерево вы получили. Садись. Садись, пап. Чуть-чуть совсем собрали. Ну, собрали. Там еще попить есть в рюкзаке. Да, я ждем. Хочу пить. Грибов нету, причем почти совсем. Мне кажется, нам даже повезло, что мы хотя бы такое количество набрали. Ну, ничего, может, целый час в лесу. Обычно мы за два часа набираем целые большие корзинки. Вот в прошлом году так было. А здесь час и совсем на донышке. У меня еще младший сынок хотел большие корзинки взять. Вот. Ну, да. Ну, и, кстати, грибников тоже особо нету, я смотрю. Хотя там машины на входе стояли. Но сюда некоторые приезжают просто, что называется, просто погулять. С собаками приезжают. Вот. Но все равно хорошо, на самом деле. Погуляли с мальчишками. Сейчас, наверное, уже пойдем в сторону дома. Не на целый день, знаете, как некоторые. Там в пять утра встают, в шесть приезжают на место. Не на целый день. Нет, у нас такого нет. Мы буквально на пару часов. Детки у меня устроили привал. Я им взяла попить, естественно. Взяла там фрукты. Вот. Яблочки с бананами. Они сидят, жуют. А я решила... А я решила не терять надежды. Кстати, змеи у нас тут практически нет. У нас тут бобры, белки. Не знаю, может, змеи есть, но мы ни разу не встречали. Змеи есть туда, ближе к Выборгу. Вот. А здесь нету, что изобрела, как выйти. Не понятно. Да, так вообще. Тут одно время у нас продавали лисички. Ну, везде. Везде продавали лисички. А сейчас нету. Я, кстати, детей всегда пшикаю чем-нибудь от клещей, комаров. Обязательно обрабатываем одежду полностью, чтобы... не дай бог, что. Нашла сыроежку. Маленькая. Поеденная сыроежка. Вот такая маленькая сыроежечка. Ну, возьмем. На самом деле, на сковородочку мы насобирали. И на том хорошо. Так. В лесу, конечно, хорошо. И дышится по-другому. И... Не знаю. Мне нравится. Детки у меня, кстати, тоже с удовольствием ходят. Ну, вот. Ну, так. Даже им очень нравится, когда они какие-то грибочки там находят. Ну. Поганки, правда, иногда. Ну. Тоже хорошо. Вот. Так что же будем, наверное, перейдем... Ну, мы идем вдоль дороги. По одной стороне. Сейчас, наверное, перейдем в другую сторону. Ну, и в сторону машины уже. Пойдем и поедем домой. На следующей неделе обещают дожди. Так что мы на следующей неделе еще раз поедем. Может, побольше насобираем уже. Вот. Так что вот так вот. А грибы с рук, кстати, не покупаю. Потому что эти грибы с рук, ну, вот, которые там бабушки продают. Или нетрезвые люди, скажем так. Вот. Они собирают эти грибы вдоль трассы. Я сама лично видела и даже знаю. Кто-то мне говорил. Вот. Рука уже устала. И... А вдоль трассы нельзя собирать грибы. Нельзя их есть. Потому что все они в себя впитывают. Поэтому я никогда не покупаю. То есть, если в этом году не грибной год, ну, ничего страшного. Мы без грибов. Я шампиньоны покупаю. В магазине. Так что, вот так вот. Вот такие мы грибники. А бананка? Смотри, я здесь открыла. Здесь можно открывать. Угу. И к новой конфету. Не, ну, место красиво. А где твоя? Где твоя вот эта? Такая штука. Куда ты ее делаешь? Похоже на волка в лесу. Да, да, да. Это Маланк. Ну, помнишь Нортон? Привет, пёся. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Ты почему не слушаешься хозяина? Не бойся. Иди, 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 иди гуляй. Такой к нам пёсик пришел. Да? Вон там второй пёсик. Угу. Девочка. Я пацан. А что это за жучок такой? Красивый жучок. А что это за жучок? Ой, я не знаю. Мама, а что это за жучок такой? А грибов нету, потому что лес сухой. Видите, канала, она обычно всегда заполнена водой. А в этот раз нет. В этот раз все сухое. Дети уже устали. Мама ходит, там детки. В общем, идем. Но красота. Просто красота. Хотя я знаю, что тоже там белый вовсю собирает. А мы... А мы только с одним подберезовиком. Но красиво, скажите. Воздух еще такой хороший. Еще одну маленькую сырояшечку нашла. И вот, кстати, я вам хочу показать. У нас растут вот такие ложные подберезовики. Они 100% ложные. Они очень горькие. И они, в общем... Читала про них в интернете, что они могут вызывать... В общем, что-то с печенью, может быть, если вы съедите. И они... Как их отличить? То есть он на вид, видите, как обычный подберезовик. Но отличить его можно тем, что вот эта шляпка сзади, она розовеет. И у меня как-то одни мои знакомые, в общем, набрали, сварили суп. И, слава богу, они не стали есть, потому что он очень-очень горький. Этот подберезовик. Но, вот, мало ли кто не знает, вот такие, которые розовеют, никогда-никогда не берите. Так что вот такой вот я грибочек нашла. Но, на самом деле, вот они очень любят, знаете, такой группы растений. И вот, когда ты идешь и такой смотришь, а, столько подберезовиков набираешь, а они все розовеют. Так что, вот так вот он выглядит, ложный подберезовик. Выбросим. Опять маленькая сыроежечка. И кем-то поеденная сыроежка. Да. А мои из-за отсутствия грибов что-то совсем приуныли. Мама так вообще просто по дорожке с детьми идет. Вот она как раз у нас вот. Вот там дорожка идет, да, вот она видна. В лес уже никто не хочет идти. Ну, вот, одна я тут хожу, маленькие сыроежки собираю. Кстати, обычно здесь в лесу ходят всякие, ну, такие прям серьезные грибники. Здесь практически не ходят. Здесь в основном вот такие, как мы, и всякие там бабушки, знаете. Вот, но они раньше, чем мы сюда приезжают и идут туда дальше вглубь, а мы здесь. Здесь обычно мало кто ходит. И обычно здесь еще... О, девочки, я нашла подберезовик. Ура! Нормальный подберезовик. Сейчас вам покажу. Смотрите, какой красавец. Это я второй уже за сегодняшний день. Ну вот, а мои там приуныли. Я, кстати, никогда не срезаю, я их вот так высовываю. Хотя знаю, что так делать нельзя. Ну, нож я постоянно теряю, поэтому я его даже не беру. Вот такой красавец. Сейчас скажу своим, они хоть приободрятся немножко. А то совсем там приуныли, бедняги. Типа грибов нету, ничего нету. Так вот, я рассказывала, что здесь обычно, когда мы приходим, здесь растут такие, знаете, уже старые какие-то грибы, потому что мы обычно ездим, вот когда вообще, в принципе, идут грибы, мы сюда ездим где-то два раза в неделю, не больше, потому что дети не выдерживают такого количества посещений в лес. Вот, и здесь всегда есть старые сыроежки, старые какие-то грибы. Сейчас нету вообще. То есть все грибы молоденькие. Я так понимаю, вот лес сухой. Еще маленькую сыроежечку нашла. Вот. Лес сухой, и из-за этого грибы, наверное, только-только пошли, потому что практически нету гнилых, знаете, таких вот. Ну, не гнилых, а уже таких вот старых, которые разваливаются. Еще сыроежки две. Вот. В общем, таких грибов практически нет, но и на самом деле поганок. Мало. В прошлом году они постоянно, дети пытались их притащить. Я всегда беру с собой салфетки. Всегда, чтобы вытирать руки детям после поганок. Мы приходим, и всю одежду... И, кстати, вот такие грибочки, это горькушки. Они очень вкусные именно на соленью. Он, кстати, тут горькушку, сыроежку. Сейчас покажу. Вон сыроежка. Правда, тоже маленькая. Видите, все маленькие грибочки. Больших нет. И вон тоже я заметила сыроежку. Вот, тоже сыроежка. Сейчас, пока мои там грибы кихают, я грибочки собираю. Смотрите, какая красота. Ну, красота же просто. Я не могу. Просто красота. А еще нашла масленка. Видите, какой красавец. Так что зря мои пригорюнились. Вот еще сыроежка. Мой маленький грибничок со мной идет, да? А еще какой грибочек. Да, вон какой у него грибочек. Красный. Красный, да. Синий салава. Да. А здесь убери, где червы. Да, дерево упало. От ветра, наверное, сильного, да? Да. Пойдем прям. Как грибонами пахнет. Грибами пахнет? Да. Какая сладкая. Зачем? Саму-чем. Вкусно пахнет? Да. Хорошо. Пойдем дальше с тобой. Пойдем. Пойдем грибочки искать, да? Я пойду туда. Там не перейдешь. Пойдем со мной. Я туда. На дорогу. На дорогу? Да. Корзиночку у меня оставишь? Нет. Иду всякие бы... Вожу всякие бы еще. Хорошо. Ну иди. Там справишься? Да. Там вот видишь бабушку? Вон она там. Да. Вот тут какой... Еще у нас памятник стоит. Камень установлен в честь образования государственного природного заказника с северной побережья Невской Губы. Представляете? Класс. И вот здесь дорожка, но мы вышли в этот раз с другой стороны. Вот там Финский залив уже вдалеке. Многие, кстати, идут именно вот на Финский залив гуляют. А вот с той стороны уже трасса. Вон мои идут грибники. Кстати, здесь очень... У нас... Так прям культурно. Видите? Везде мусорки. Вот везде, где идешь, вдоль дорожек, вот такие вот мусорки. Это очень... Не знаю. По мне так это очень здорово. Очень классно. Сосна обыкновенная, береза. Еле обыкновенная. Ну что ты? Еле обыкновенная. Видите, даже такая табличка есть. Ты понимаешь, это кто водится, да? У нас тут... Да. Снегирь. Ну, снегирь, они прилетали. Хохолотая синица, обыкновенная зеленушка, бире хвостка, серая сладка. Прикольно. Дроздь. Кряква какая-то. Постри дядь. Он депилы у нас даже на участке есть. Большая синица. Обыкновенная столица. И вон какие у нас деревья тут растут. Это же класс. В принципе, прям культурный, как культурный получен даже. А здесь в целом лесу, это лесник, мы так понимаем, живет. Вот в этом домике. Тут обытовки. Иногда выходят, смотрят. А там вон перекрыто. То есть сюда машинам нельзя заезжать. Вот делай, да? Вот, разная точка, это мы. Вон. Такое тут даже не значит есть. А здесь вот такая беседка есть. На машину поставили. Вот. Вот тоже, видите, сколько машин много. Стоят, но многие люди сюда просто погулять приходят. То есть не ради грибов. Вот. Мы идем обычно туда. Сейчас вышли вот отсюда. Тоже мусорки вот здесь стоят. Стоят, а вот здесь. В общем, все так приличненький лес. Культурный. Вот, приехали домой. Столько у нас грибочков. На самом деле, за два часа не так уж и плохо. Правда, плохие совсем есть. Вот. Два часа. Мы с 10 до 12 были в лесу. И вот такой у нас получился. Целая гора сыроежек. Два как березовика, масленок. А это горькушки, да, мам? Угу. Это горькушки. Ну, за два часа, для первого раза, мне кажется, очень неплохо даже. На сковородочку хватит нам? Хватит. Даже хорошо. Сегодня на ужин будем кушать грибы. Все, мы приехали домой. Я надеюсь, вам было с нами интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok